Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». По данным статистики, почти треть населения Рязанской области являются пенсионерами. О том, какие изменения ждут нас в будущем, в 2018 году, расскажет управляющий отделением Пенсионного фонда России в Рязанской области Геннадий Пашин. Здравствуйте! Здравствуйте! Не секрет, что под Новый год мы ждем не только новогодние каникулы, но и повышение пенсии. Были ли они в этом году и какие изменения происходили в течение текущего года? Что касается повышения уровня пенсионного обеспечения в Рязанской области в 2017 году, то все предусмотрены законодательством индексации пенсии, перерасчет пенсии работающим пенсионерам мы в течение 2017 года уже произвели. Потом до конца этого года никаких изменений не ожидается в смысле повышения размера пенсии. В 2018 году запланировано повышение, и этот год особенный, потому что впервые мы будем индексацию делать не с 1 февраля, как обычно, а с 1 января 2018 года. И уровень индексации будет составлять в пределах 3,7% по страховой пенсии, и с 1 апреля 4,1% социальной пенсии, и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Также мы с 1 февраля прииндексируем так называемые ежемесячные денежные выплаты взамен натуральных льгот на уровень индексации 5 с небольшим процентом. Это связано с тем, чтобы не потеряли уровень пенсионного обеспечения наши граждане, так как в стране по итогам 2017 года заметен был рост цен, и для того, чтобы покупательская способность пенсии не уменьшалась, проводится вот эта индексация. Я надеюсь, что мы с этой задачей справимся, хотя нам придется перерассчитывать размеры пенсии нашим пенсионерам в декабре месяце, то есть закрывать надо и текущий год, и готовиться к началу следующего. Программное обеспечение сегодня у нас готовится. Я думаю, что выплата нашим пенсионерам с 1 января по высшему размеру пенсии нам будет очень счастлива. Также мы в 2018 году осуществим перерасчет пенсии работающим пенсионерам по итогам работы за 2017 год. То есть сделаем так называемую корректировку пенсии работающим пенсионерам. Сегодня из 386 тысяч пенсионеров Рязанской области продолжают трудовую деятельность свыше 100 тысяч. Для них это большое подспорье и рады, что пенсионеры, которые имеют физические возможности продолжать трудиться, не покидают свои рабочие места. И еще одно новшество с 1 января 2018 года вступает в силу закон, согласно которому работающим пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, допустим, в каком-то месяце, то возврат всей индексации, которая была заморожена ему, так как он был работающим, мы начнем со следующего месяца после прекращения работы. На сегодняшний день эта индексация начинается по истечении трех месяцев после прекращения работы. То есть вот это тоже очень хорошее изменение в законодательстве в плане своевременной повышения или индексации размера пенсии для тех пенсионеров, которые в процессе трудовой деятельности были отстранены, что ли, так вот, от индексации пенсии, а при потом, как только они прекращают деятельность, то на следующий месяц мы им индексации все восстанавливаем. Если говорить об этом годе, то у пенсионеров была возможность получить единовременную выплату. Сохранится ли такая возможность в следующем году? Ну, в прошлом, в этом году, да, в 2017 году мы в январе месяце выплатили всем пенсионерам разовый, независимо от того, работающие, не работающие, и это уровень размера пенсии. Разовую выплату в объеме 5000 рублей. В этом, в 2018-м, такой выплаты не предусматривается. И хочу сказать, что вот 5000 рублей это выплачивалось, потому что мы как бы возмещали те потери пенсионерам, которые были несвоевременно, наверное, прииндексированы, или не в полном объеме, преддексированы пенсии в 2016 году с учетом той инфляции, которая была. В последнее время все больше набирают обороты негосударственные пенсионные фонды, да, и по квартирный обход, мы знаем, есть, и все больше рекламы появляется. Как не потерять свои начисления и наиболее рационально ими распорядиться? Может быть, вы можете дать какой-то совет? Ну, здесь надо просто иметь в виду, что сегодня работающие граждане, то есть речь ведь идет не о пенсионерах, речь идет о работающих гражданах. Когда человек устраивается на работу, работодатель за него уплачивает страховые взносы в пенсионный фонд. Это страховые взносы на страховую пенсию и страховые взносы на накопительную пенсию. В данном случае вопрос касается сохранности накопительной составляющей пенсионного обеспечения гражданина в будущем. Да, и сегодня граждане, которые имеют страховые взносы на накопительную пенсию, это граждане 1967 года рождения и моложе. То есть у них накопительный элемент этот формируется. Как за счет обязательных отчислений, работодателя, так. И некоторые вступили у нас в программу государственной софинансирования накопительной пенсии. Ну и, соответственно, процесс инвестирования этих денежных средств, он проходит, и у гражданин есть право выбора. Или инвестировать в государственные управляющие компании и оставить деньги в государственном пенсионном фонде. Или перейти в негосударственные пенсионные фонды или в негосударственные управляющие компании. Понятно, что не государственные пенсионные фонды сегодня хотят привлечь как можно больше участников для своих пенсионных накоплений через их пенсионные фонды. Находят различные варианты, в том числе и у них есть агенты, которые проходят по квартирный обход с целью привлечения граждан, заключая с ними договора и впоследствии написать заявление в пенсионные фонды, переводить своих накоплений. Конечно, эта практика очень нами не приветствуется, потому что, во-первых, приходит незнакомый человек, во-вторых, приходит, как правило, к людям уже не четко разбирающихся в финансовых пенсионных делах. И под видом краткого общения некоторые подпишут машинальные договора, дают им свои личные сведения, номер страхового свидетельства, свои паспортные данные. И чтобы этого не было, конечно, люди должны знать, что работники пенсионного фонда по домам никогда не ходят, а, как правило, агенты представляются не сотрудниками какого-то государственного пенсионного фонда, а просто я из пенсионного фонда. Поэтому, прежде чем кого-то запустить себе в квартиру, надо сначала подумать, стоит это делать или нет. Ну, если кто-то это совершил, то есть подписал заявление о переводе своих накоплений в не государственные пенсионные фонды, у гражданин есть право потом поменять свое решение. Можно прийти в территориальный орган пенсионного фонда, можно через функциональный центр подать соответствующее заявление, и мы тогда их накопление вернем или в тот не государственный пенсионный фонд, в котором они были раньше, или вернем в не государственный пенсионный фонд, как захочет сам заявитель. Как часто Вы рекомендуете писать подобные заявления? Как не потерять проценты, ради которых, собственно, все и затевается? Следует отметить, что накопление сегодня составляет не такие же большие деньги, потому что в процессе трудовой деятельности работодатели уплачивают 6% от фонда оплаты труда гражданина. У нас подавляющее количество работающих получают зарплату менее чем 25 тысяч рублей, соответственно, 6% от этой суммы существенную роль не сыграют в плане нынешних накоплений. У гражданина, конечно, есть вариант смены своего страховщика по пенсионным накоплениям, но законодательство сегодня разрешает без потери инвестиционного дохода переходить из одного не государственного пенсионного фонда в другой не чаще одного раза в 5 лет. До 2014 года можно было ежегодно переходить, но с 1 января 2014 года только не реже одного раза в 5 лет. Но хочу отметить, что на сегодняшний день на накопление наложен мораторий до 2020 года. То есть, хотя мы бы как бы на накопление фиксируем на индивидуальном страховом номере системы персучета у гражданина, но сами денежные средства в процесс инвестирования не направляются. Мы их направляем на выплату страховых пенсий. Ну и, соответственно, у гражданина, когда он будет выходить на пенсию, эти деньги будут учитываться именно на страховой пенсии. Потом до 2020 года даже те, кто заключил договора о переводе своих пенсионных накоплений, но еще их не имеет, допустим, на лицевых счетах в пенсионном фонде, переводить они не будут. Мы не будем до 2020 года, и они останутся у них на страховой части. Я думаю, что в 2020 году все-таки в нашем государстве правительство определится в конечном итоге, пенсионные накопления будут добровольные или обязательные. Сегодня пока обязательные, работодатель уплачивает, как бы начисляет страховой взнос на накопительную пенсию. Но большинство склоняется к тому, чтобы гражданин сам выбрал, участвовать в системе накопления пенсионных прав или нет. Или среди денежных средств направлять только на формирование страховой пенсии. Расскажите, как можно воспользоваться этой частью пенсии и в каком возрасте? Понятно, что она словно накопитель, значит, она накапливается в процессе трудовой деятельности гражданина до достижения пенсионного возраста. Как только женщина достигнет 55 мужчин с 60-летним возраста, им будут назначены пенсии по пенсионному страхованию, то они имеют право обратиться и за выплатой накопительной пенсии. Если пенсии формируются или накапливаются денежные средства в государственной управляющей компании, то заявление надо будет писать непосредственно в органы пенсионного фонда. Если накопление формируется через систему негосударственных пенсионных фондов, тогда писать в тот негосударственный пенсионный фонд, в котором находятся денежные средства. Заявление. Сегодня мы видим, процесс этот у нас идет. Уже некоторые категории граждан имеют право на получение накопительной пенсии. Между негосударственными пенсионными фондами, которые занимаются накоплениями, у нас есть обмен информацией. Как только гражданин написал заявление о необходимости выплатить ему накопительную пенсию, Негосударственные пенсионные фонды у нас запрашивают, является ли он пенсионером, мы подтверждаем, и они тогда ему производят это начисление. Хочу отметить, что три варианта выплаты накопительной пенсии. Это единовременная выплата, это срочная выплата и это бессрочная выплата. Если размер накопительной пенсии будет менее 5% от суммы как страховой, так и накопительной пенсии, тогда мы все накопления и Негосударственные пенсионные фонды выплачиваем разовым платежом по заявлению гражданина. Если сумма страховой и накопительной пенсии будет более 5%, тогда у гражданин есть два выбора. Или согласиться на срочную выплату, но не менее чем на 10 лет поделить эти накопления. Или оставить бессрочную выплату. В чем тут разница? Когда гражданин определяет срочность выплаты и не доживает эти 10 лет, допустим, минимальные, тогда то, что он недополучил, мы эти деньги отдаем его правоприемникам. Или Негосударственные пенсионные фоны. Если гражданин выбрал бессрочный вариант, будет он получать все время, пока будет находиться на пенсии до окончания своей жизни. И в случае, если гражданин уходит как бы ранее, чем там, ну и полностью не выбрал свои пенсионные накопления, они остаются в распоряжении государства или Негосударственного пенсионного фонда. И они будут выплачивать уже тем пенсионерам, которые проживут более продолжительное время. Спасибо вам большое за интересную беседу, что пришли к нам сегодня в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был управляющий отделением пенсионного фонда России по Рязанской области Геннадий Пашин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова